Главный герой «Чилдрен кинофеста» Савенок Чарли продолжает знакомиться со зрителями. В этом году география фестиваля охватывает 14 городов Украины. Но главное, окунуться в мир детского кино теперь намного легче. Все показы стали абсолютно бесплатными, потому что у нас был самый простой год, и появилось еще много людей, которым нужна, с одной стороны, психологическая помощь, и с другой стороны, у них очень сильно ограничен доступ к культуре. Поэтому большая часть фестивальных билетов распространяется среди волонтерских организаций, среди семей переселенцев, среди инвалидов и других групп, которые очень редко могут позволить себе попасть в кино. В международной конкурсной программе будут представлены семь фильмов. Работы показывают разнообразие жанров и стилей детского европейского кино. От новой экранизации «Пиноккио» и кинокомикса «Мальчики-супергерои» до сюжетов о юношеской любви и маленьких звездах джаза. Ответственная роль посла «Чилдрен кинофеста» в этом году досталась лидеру группы «Пианобой», музыканту и композитору Дмитрию Шурову. Сначала я думаю, что я делаю с легким испугом, но, как выяснилось, у посла должна быть какая-то своя все-таки четкая концепция, зерно. И я обратился к какому-то своему опыту последних лет, опыту просмотра совместного с моим сыном фильмов, например, «Беспекабл МИ-2» или «Фильм о чужой», а также опыта, когда я делал музыку для спектакля «Золушка», для театра «Современник» в Москве, который был рассчитан на детей и взрослых. И какой-то, видимо, посольский месседж у меня сформировался, и я принесу его в массы, в том числе и вам. Помимо конкурсных работ, организаторы предлагают посмотреть лучше украинские мультфильмы от народной классики до призеров мировых фестивалей. Мы собрали совместно со студией «Украинский фильм» вот такую вот программу короткометражек анимационных, которые бы отражали всю историю в студии, то есть начиная там от каких-то культовых мультфильмов вроде «Бетрика Пьяточкина и Капитошки» и заканчивая последними хитами там фестивалей вроде «Шёл тамвай девятый номер, Сёпа Коваля» или мультфильма «Халабутка», который вот вообще только-только-только был закончен. Специальным событием «Чилдрен кинофеста» станет ретроспектива фильмов Бастера Китона, приуроченная к 120-летию со дня рождения маэстро «Немой комедии». Изюминкой фестиваля станут также кинофокусы от самих зрителей. Для конкурса «Сними как мельес» украинцы создавали свои аматорские фильмы в стиле великого режиссёра Жоржа Мельеса, который ещё 125 лет назад первым использовал спецэффекты в кино. Лучшие работы конкурса будут показаны перед всеми сеансами фестиваля. Вместе с тем, настоящая магия кино заключается в том, что совместный просмотр ещё больше сближает родителей с детьми. «Вы переходите в какую-то немножко иную возрастную реальность. Я становлюсь немножко меньше, и мне становятся смешные шутки, в том числе туалетного юмора. А он начинает понимать лучше какие-то сцены про любовь, про отношения между людьми, про какие-то серьёзные вещи. И после этого всегда есть о чём поговорить». Фильм «Победитель фестиваля» определится по итогам зрительского голосования. Мария Маркелян, Александр Бережной, ТВ5.